Привет, вы на канале Денису Микрофона. Я благодарен каждому, кто поддерживает канал, кто делится ссылками на видео, кто молится о канале, обо мне, о других людях, которые помогают каналу, кто поддерживает его материально. Это очень важно тоже в это непростое время. И, пожалуйста, если вы считаете, что канал делает правильное дело, рассказывая правду о происходящем в Украине, перейдите по ссылкам в описании под видео. Сегодня поговорим о том, что может вскоре начать происходить в Киеве, в столице Украины. Если вы зайдете на сайт Киевского городского головы Виталия Кличко или на сайт Киевского городского совета, вы удивитесь. Вы удивитесь такой вот, ну там все прекрасно, там все замечательно, там все вот просто не так, как на улицах Киева. На самом деле, к сожалению, в том же коммунальном плане Киев достаточно запущенный город. Нет-нет, безусловно, можно найти похуже, но все же вам достаточно будет выйти на привокзальную площадь, зайти в сам вокзал, и вы все поймете. Вы все поймете, вот уровень хозяйственников крепких. И, казалось бы, ну решайте проблемы, готовьте город. Тем более, ожидаются перебои с электроэнергией, ожидаются возможные перебои с теплом. У многих с электроэнергией связана подача воды. Но работа не в проворот. Нужно все это делать, чтобы создать людям, ну хотя бы если не комфортные, то человеческие условия. Мы помним прошлый год, когда, я не знаю, меня в районе, например, пунктом незламности стал местный магазин «Розетка». Потому что все то, что было заявлено в списках, где можно найти теплую воду, интернет, там, горячую воду, да. И, в частности, в моей квартире электрическая печь. Если у меня нет электроэнергии, то у меня нет ничего. И потому мне приходилось в любые моменты, когда появлялась электроэнергия, кипятить себе большой термос. Спасибо, он держал неплохо для того, чтобы иметь возможность, ну хотя бы выпить стакан чая. Потому что то, что готовят в киосках недалеко от моего дома, но какое-то очень такое отвратительное питье, и чаем это назвать совершенно нельзя. Но неважно. Ну, казалось бы, займитесь этим. Займитесь, разрабатывайте, помогайте. Вот делайте все, что город должен делать. Город для людей, а не люди для города. Но нет же. Вот они начинают задумываться о совершенно других вопросах. Им почему-то тоже очень хочется потягаться с другими госорганами в своей такой богоборческой борьбе. Мы можем зайти на сайт Киевского городского совета. Мы можем с вами посмотреть проекты, которые предлагаются. То есть проекты, законопроект того, что хотят принять, какие решения хотят протащить туда, продавить их, так сказать. И вот, в общем-то, проект решения Киевского городского совета. За подписью он должен быть самого мэра Виталия Кличко. И вот о чем он говорит. Об особенностях освобождения самовольно занятых и застроенных религиозными организациями, объединениями, руководящие центры управления, которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и или временно оккупировавшим часть территории Украины, или которые имеют канонические и молитвенные связи с религиозными организациями страны-агрессора, земельных участков коммунальной собственности, территориальной громады города Киева. Как вам такая формулировка? Мы не будем сейчас разбираться в каких-то военно-политических вопросах, но вот расскажите мне, как Киевский городской совет готовится и вообще может устанавливать канонические или молитвенные связи разных религиозных организаций. Где быть может в каких-то функциях, в каком-то перечне того, на что способен Киевский городской совет прописано, кто из них конкретно, кто из этих депутатов. Может быть Марина Порошенко, она является одним из депутатов Киевсовета, может осуществлять такую вот комиссию, деятельность в составе комиссии, такую вот аналитическую деятельность проводить, для того, чтобы понять, у кого же эти связи есть. Может быть все полагаются на то очень нелепое исследование господина Еленского с рядом религиоведов, которых становится все меньше, как мы видим, в общем-то, которые там устанавливали какие-то там связи украинской православной церкви. И понятное дело, против кого это все направлено. Понятное дело, что тут была бы религиозная организация, а поводы, статьи, они обязательно найдутся. Речь будет идти о 74 храмах в городе Киеве, которые внезапно хотят проверить. Проверить очень тщательно. И я больше чем уверен, что если даже не к чему будет там прицепиться, они найдут. Они найдут обязательно. И особенно мне нравится формулировка самовольно занятых. Вы знаете, что идет суд по поводу десятинной церкви, идет суд по поводу того здания храма, которая там есть, о котором некоторые противники кричат, что это религиозный маф, малая архитектурная форма. Хотя на самом деле никому она там не мешала, и самая настоящая действующая церковь. И если на окраине Львова можно там, знаете, экскаваторами сносить православный храм, до этого изгадив его стены, до этого написав там разные оскорбления, и до этого вот просто нападая на верующих и постоянно их унижая, и никто на это особо не обратит внимания. То есть здесь, в самом центре Киева, где масса иностранных журналистов, где масса международных организаций, где проезжают разные делегации, интересно, как это вообще может происходить. Причем снос здания храма они хотят проводить за средства украинской православной церкви. Понятно, что идут суды, понятно, что суды в одну сторону, и как бы пока решением указано, что данный храм должен быть снесен, мол, не должно его там быть, хотя, поверьте, есть немало других объектов, которым больше вопросов, и эти объекты не украинской православной церкви. Но я же понимаю, это же совершенно другое. Там же никто никаких вопросов, по крайней мере, пока не задает. Но, кстати, если вы представитель протестантского движения или еще каких-то религиозных организаций, и вам кажется, что чаша сия вас минует, и вам кажется, что чаша сия вас минует, то я спешу вас расстроить. Может и не миновать. Потому что, поверьте, когда им надоест бороться с украинской православной церковью, которую перебороть они все равно не смогут, они возьмутся за кого-то другого. Им будет все равно, это будут баптисты, пятидесятники, андветисты седьмого дня, все руководство, которых училось там в Подмосковье, или многие-многие другие. Но, в общем-то, все равно, с кем бороться. Главное, чтобы избиратели были довольны. И, так сказать, что приятен хрос, а те карманные каналы показывали все, что надо. Вот смотрите, написано, что это проект в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Законом Украины о местном самоуправлении в Украине, Законом Украины об аренде земли, Законом Украины о свободе совести религиозных организаций, с целью обеспечения эффективного использования земель коммунальной собственности, территориальной громады города Киева, недопущения пользования ими безоформленного надлежащим образом права пользования, полученных разрешений и документаций, и с осуществлением самовольного строительства религиозными организациями, объединениями, проводящие центры управления которых находятся за пределами Украины, в государстве, которое по закону обозначено таким, что осуществило военную агрессию против Украины и или временно оккупировало часть территории Украины, которые имеют канонические молитвенные связи с религиозными организациями страны-агрессора и с целью защиты интересов территориальной громады города Киева, Киевский городской совет решил. Понятно, я еще раз повторюсь, что это лишь проект, но судя по всему, проект, за который готовы многие там голосовать, и явно они уже готовят голоса. Утвердить перечень земельных участков коммунальной собственности территориальной громады города Киева, законные основания пользования, которыми руководят религиозными организациями, дальше понятно, и вот опять же, да, которые имеют канонические или молитвенные связи с религиозными организациями страны-агрессора, далее религиозные организации, или законность размещения или строительства зданий или сооружений, на которых подлежит проверке, согласно приложению 1, к этому решению. Вот как, что они будут проверять? Понятно, что там вот по-разному это, наверное, строилось, по-разному оформлялась эта документация. Когда-то это было модно помогать Украинской Православной Церкви, некоторые чиновники, возможно, не глядя, подписывали какие-то бумаги. Сейчас, наоборот, мейнстриме помогать другой религиозной структуре нападать на Украинскую Православную Церковь, делать все возможное и невозможное, чтобы забирать законные храмы Украинской Православной Церкви, вершить беззаконие, передавать их другой религиозной структуре, которая не в состоянии даже позаботиться об этих храмах и сделать там вообще какие-то минимальные работы, которые не в состоянии наполнить их людьми, потому что люди не хотят туда идти, они остаются в Украинской Православной Церкви и иногда собираются просто на улице, иногда собираются в лесу, иногда собираются в частных домах, потому что церковная община — это люди. Церковная община — это прежде всего верующие, это священник, это епископы, и, конечно же, вот это сила церкви. Но почему-то кому-то кажется, что надо забрать как можно больше стен, как можно больше зданий. Ну неужели опять мы повторим события столетней давности, когда в храмах начнут открывать спортзалы, зернохранилища, начнут использовать их как музей научного атеизма, что сейчас вполне себе активно делает заповедник под такими вот патриотическими знаменами, там протаскивая не пойми что, с какими-то сумасбродными совершенно идеями, и причем видно, что вот основная их идея — сесть на трубу и пилить, вот просто пилить на бюджетной трубе, потому что они готовы на все, что угодно. Первое — надо выгнать монахов, и второе — давайте, делать самые разные проекты. Вот сейчас там приглашают людей, которые понимают в ландшафтном дизайне. Да у вас были прекрасные садовники, и там настолько здорово монастырь управлялся со всеми садами, деревьями, что просто из пустыни, из тех руин сделал потрясающие сады, вот потрясающее место, откуда не хочется уходить. Но давайте мы все это поломаем, давайте мы все это просто уничтожим, и будем искать новых каких-то ландшафтных дизайнеров, чтобы на это побольше бюджетных денег списать. Просто другого обоснования этого я не вижу, совершенно не вижу. И что мы видим с вами? Вот похоже, что Киевсовет готовится брать этот список, эти 74 храма, и активно тут срок установлен — три месяца. То есть им хочется как можно скорее, вероятно, хотят к своему Рождеству, который они теперь празднуют 25 декабря, все закончить, побыстрее, так сказать, чтобы еще не успели чернила высохнуть. Но мы же понимаем с вами, что вот здесь важно об этом говорить, важно об этом рассказывать, важно каждую такую проверку показывать тщательно, документировать, указывать, потому что явно там будут провокации, явно там будет силовой блок, явно там будет просто-напросто попытка даже, возможно, возможно, не показывать часть документов, рассказывая, что их вроде бы нет, хотя они на самом деле есть. Я не верю, что какие-то храмы просто, знаете, там в чистом поле строились. Я понимаю, что это кропотливый труд, включая проект, отвод земли, подвод коммуникаций, много-много всего другого. И что самое интересное, да до сих пор Киево-Печерская лавра оплачивает коммунальные услуги. То же самое делают многие храмы. Они оплачивают коммунальные услуги. Они платят за свет, они платят за воду, они платят за газ или там за отопление, они платят за все эти услуги. Если это вдруг кажется кому-то незаконно, то за что и как платят они и как они вообще могли быть подсоединены. То есть мы с вами на, скажем так, на старте очередного такого обострения, хотя оно не прекращалось, но оно будет невероятно масштабным. И мы должны об этом говорить. И я думаю, что тем же прихожанам, тем же священникам просто нужно быть готовыми, что придут люди, которые захотят копаться, захотят так углубиться, захотят найти причину и найти любые зацепки. И важно, как говорится в Евангелии, не давать повода ищущим повода. И, конечно же, прежде всего следить за собой, за своей верой, за своим отношением. И помнить, что злом зло победить нельзя. А вот любовью, добром, каким-то Божьим словом вполне можно. И вот это важно, не потерять себя, вот не ожесточиться, не стать такими, но просто понимать, что все у нас по милости Божьей, и живем мы по милости Божьей, и в храме служим по милости Божьей. И, безусловно, стоит отстаивать свои святыни, но помня, что самое большое сокровище, которое должны хранить все священники, должны хранить все епископы, это люди, это церковные общины, это те, о чьих душах они поставлены Богом заботиться, и чьи души они поставлены Богом помогать, спасать, приходить людям помогать ко спасению. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Денису Микрофона, поделитесь ссылками на это видео, поддержите, пожалуйста, канал, и все ссылки находятся в описании. До скорой встречи!